Он всего лишь игрушка в руках этой женщины. Я не злюсь на Панчита. Я злюсь на неё. И ненавижу её всем сердцем. Кто же она? Рано или поздно мы об этом узнаем. Не думаю, чтобы они продолжали скрывать свои отношения после того, как он ушёл из дома. Привет, мама. Что происходит? Это вещи твоего отца. Он пришлёт за ними. Он попросил Мирту позвонить нам, чтобы мы всё подготовили. За чемоданом заедут. Нет, нет. Отдай его мне. Я сам ему передам. Хочу посмотреть ему в глаза. Вы это просили, босс? Нет, Моника. Мне нужна копия инвойса из универмага Чимботе. Счёт фактура последней отправки. Ты так и не научилась вести дела. Прости, не сердись. Тебе вредно нервничать? Я думаю о своих вещах. Надо забрать их. Успокойся, любимый, успокойся. Пути назад уже нет. Не сожалею, мой чемпион. Твоя киска быстро поднимет тебе настроение, когда мы останемся одни. Слышал, ты собираешься прислать кого-то, чтобы забрать свои вещи? Я решил привезти их сам, поскольку вид твоих вещей лишний раз расстраивает маму. Моника, оставь нас, пожалуйста. Хорошо, сеньора Гиро. Прошу прощения. Думаю, нам надо поговорить, Олехандро. Я не знаю, какими станут наши отношения после того, как я решил уйти из дома. Не забывай, я тоже являюсь секционером, так что интересы у нас общие. Нам придётся встречаться друг с другом. Но на большее не рассчитывай. Отныне нас связывают только деловые отношения. А куда папа отвёз свои вещи? Не знаю, дорогая, не знаю. Он всё забрал. Только самое необходимое. Если он взял не всё, то, может, он ушёл не навсегда. Он вернётся? Не знаю. Он будет жить в отеле? Или у кого-нибудь дома? Думаешь, папа... Габи, не задавай вопросов. Оставь меня. Пожалуйста. Я хочу побыть одна. Мне надо отдохнуть. Я постараюсь заснуть. Извини, детка. Я тебя понимаю. И мне больно терять твою любовь и доверие, сынок. Ты потеряешь гораздо больше, но тебя это, видимо, не волнует. Как там мама? Безутешно. Когда она отдавала чемодан, то плакала по тебе, как по покойнику. Впрочем, её горе ещё сильнее, потому что смерть неизбежна. Она в руках Божьих. Но с ней можно смириться, сынок. Запомни, ты совершил ужасную ошибку. А страдаем от неё все мы. И в первую очередь ты. Единственная, кто выиграет. Это та женщина, которая разрушила нашу семью. А теперь слушай меня внимательно. Ты сильно об этом пожалеешь. Это банальная история. Ты бросаешь жену ради молодой девицы. Возможно, очень красивой женщины. Она любит меня. Не смеши меня. Она любит твои деньги. Она ввела тебя в заблуждение ложью и лестью. И ты даже не понимаешь, как глупо выглядишь. Алихандро, старик, влюблённый в молодую девушку, просто отвратителен. Ты будешь выглядеть идиотом везде, где появишься. Над тобой будут смеяться люди. Ты говоришь так, будто я старик. Ты станешь им скорее, чем думаешь. Неужели ты не понимаешь? Подобные развлечения не для тебя. Хватит, Алихандро. Уверен, скоро ты вспомнишь о маме. Когда тебя начнут каждый вечер таскать по дискотекам и шикарным ресторанам. Посмотрим, как ты будешь чувствовать себя после еды, которую не выносишь. После танцев, выпивки и поздних гулянок. Что ж, наслаждайся. Отведи душу напоследок. Но торопись, потому что если ты намерен прожить ещё лет 20, то при такой жизни тебя хватит лишь на 5. И ты оставишь молодую вдову с приличным состоянием, которая она прокутит с другим мужчиной. Уходи. Оставь меня одного. А ты и так один. Неужели ты этого ещё не понял? Когда ты бросил нас ради этой женщины, ты потерял нашу с Габи любовь. Не забывай, мы говорим о нашей матери. И если придётся выбирать, мы даже не задумаемся. Ты пожертвовал нами. И взамен тебя постигнет разочарование вместо счастья. Вот что тебя ждёт. Разочарование. А потом одиночество. Полное одиночество. Именно так и будет, сеньора Герре. АЛЕХАНДРО. Можно? Привет, Йоланда. Здравствуй, Марсио. У меня был разговор с Лауритой, но она так ничего не сказала. Продолжает скрытничать. Говорит, что не уверена, будет ли она счастлива с моим братом. Вот в последнюю минуту и запаниковала, когда подумала, что ей придётся жить с Рубена всю жизнь. Не знаю, я ей не верю. Она что-то скрывает. Ты согласна, Йоланда? Я ничего не знаю. Мне казалось, раз ты её тётя, у вас близкие отношения. Нет. Я ничего не знаю. Она и со мной не была откровенна. Я должна выяснить, что она скрывает. Ради брата. Марсио. Марсио, прости, но у меня ужасно болит голова. Это из-за Франциска? Я слышала, он прислал за вещами. К сожалению, ты сама виновата. Я же предупреждала, чтобы ты не приглашала в дом, кого попало. Кого ты имеешь в виду? Женщин, которые способны на такое, о чём ты даже не подозреваешь. Они строят из себя недотрог, но готовы всадить тебе нож в спину. Ты говоришь так, как будто тебе что-то известно. Говори. Верно, Йоланда. Я случайно узнала то, чего ты даже представить не можешь. Ты говоришь о женщине, которую вела мужа? Уверена, скоро ты поймёшь, насколько я была права, не гораздо раньше, чем думаешь. Подожди.